Чего стоит ждать Украине от саммита НАТО в Вильнюсе? Что наша страна может сделать, чтобы упростить свой путь в Альянс? И зачем в регионах России создают частные военные компании? Об этом расскажет политолог-международник Дмитрий Левусь. Для начала хотелось бы несколько актуальных вещей обсудить. И в первую очередь скоро должен состояться саммит НАТО в Вильнюсе. И пока неизвестно, поедет ли на саммит Зеленский. Официально в администрации президента говорят, что это будет зависеть от ситуации на фронте. Неофициально звучат такие позиции, что если в Украине не будет предоставлен шанс вступить в НАТО, какие-то конкретные перспективы, то нет смысла ехать. На ваш взгляд, откроют ли двери НАТО для Украины на Вильнюсском саммите? Позиция президента Украины, она и высказывалась раньше о том, что не имеет смысла посещать саммит, если не будет конкретного предложения Украине о вступлении НАТО. И в принципе позиция достаточно обоснованная. Почему? Потому что Украина вообще, если на то пошло, это единственная страна, которая вступает, стремится в Альянс, идет через большую войну, через большую кровь. То есть платит за свой геополитический и цивилизационный выбор жизнями своих граждан, лучших граждан. И более того, то, о чем говорил, опять же, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, когда он говорил о том, что в интервью в одном из не так давно, о том, что двери в НАТО для Украины и так были давно открыты. То есть о том, что Украина может вступить в НАТО, мы, ну, как минимум, даже не с 2008 года, намного раньше знаем. То есть и сближение с НАТО началось еще при президентстве Кучмы в 2001 году, об этом и об этих вещах тоже говорили. Поэтому, то есть вот это отсутствие конкретных гарантий безопасности и приглашения в НАТО, то есть это, ну, то, что действительно будет неправильным. Точно так же, как вообще вот неизвестно, откуда появившееся такое утверждение о том, что возможно возвращение к плану ДПДЧ, к плану действия членов НАТО, которое, в общем-то, выглядит вообще достаточно, ну, контроверсийно по одной простой причине, что у нас перед глазами даже не по одной причине, а несколько причин, да, то есть, во-первых, Украина, в общем-то, уже в ходе войны доказала и показала, что мы и так с НАТО, что мы достигли практически, ну, всех, наверное, стандартов НАТО, которые говорили в военной сфере, в управленческой сфере, то есть возможности взаимодействия и взаимодополнения, и, опять же, есть пример перед глазами, когда, когда, в общем-то, вступают Финляндия и Швеция без плана действий по членству, то есть при этом не идя через войну и через большую угрозу. Ну и, опять же, очевидно, что идет диалог и идут дискуссии по той простой причине, что появляются те, всплывают те аргументы, которых, в общем-то, уже давно и забыли, да, допустим, и на которые ответило, например, украинское гражданское общество и сообщество экспертов, которые занимаются евроатлантической интеграцией, когда было открытое обращение семидесяти организаций, где были разобраны вот эти мифы, которые вдруг, опять же, почему-то повсплывали, да, допустим, как один из тех мифов, что вот это НАТО теперь придется воевать за Украину сразу, что абсолютная глупость, почему? Потому что приглашение НАТО отнюдь не означает вступление. Даже вот идущая по очень быстрой программе Финляндия, которая бесплатно действует по членству, она вступает год в Альянс. Естественно, что с Украиной тоже так не будет. Украина тоже всегда говорила о том, что мы не рассчитываем на то, что это будет быстрый прием. Опять же, даже дословно заместитель министра обороны Гаврилов, он вообще говорил, ну, мы рассчитываем на то, что через год, через два после окончания войны вступление НАТО, да, то есть такие позиции звучали. Опять же, в вот этом обращении идет о том мифе, что якобы у Украины есть территориальные проблемы с соседями, то есть имеется в виду Россия. У Украины нет никаких территориальных проблем с соседями. У Украины были заключены договора с Российской Федерацией, которые признавали территорию Украины. То есть то, что происходит агрессией, и Россия как будто там формально провозгласила включение четырех областей автономной республики Крым, это не говорит ни о чем. Это говорит только о претензиях со стороны Российской Федерации. А с точки зрения подходов современного права и ОБСЕ у Украины никаких проблем нет, может быть. То есть это все тоже отголоски тех дискуссий, которые есть, и Украина на это отвечает. Поэтому, тем не менее, в общем понятно, что пока что решение окончательно не принято, и будет ли это такое решение, которое сразу же о приглашении Украины для вступления в НАТО, или же это будет конкретной гарантией безопасности от конкретных стран с расширением помощи. Я думаю, что все-таки в силу того, что есть действительно большая угроза со стороны России не просто Украине, а именно даже Альянсу, потому что тот ультиматум, который предъявлялся НАТО перед началом полномасштабной агрессии против Украины, он был именно о том, что НАТО должно вернуться к границе 1997 года. То это тот же тот момент, который влияет на решение, и, в общем-то, не совсем решение о блокировании вступления в Украину, или неконкретное решение, это оно, в общем-то, увеличивает возможности России. Я думаю, что вряд ли Альянс пойдет на это, поэтому я с оптимизмом смотрю на саммиты и на те решения, которые там будут приняты. Вот вы вспоминали о предложении принять немедленно Украину, но частично, в частности это звучало от Киссинджера, и это был один из аргументов, что можно таким образом остановить войну очень быстро на тех рубежах, на которых сейчас ведутся боевые действия, и принятие Украины неоккупированной части в НАТО защитит Украину от дальнейшей российской агрессии. Если будет принято такое решение, о чем я очень сомневаюсь, не будет ли это как раз таки инструментом давления на Украину идти на уступки России? Я думаю, что тут скорее это решение может привести к институциональному ограничению самого Альянса. Почему? Потому что немедленное принятие Украины не означает прекращение войны. Потому что тут роль России вообще никак не учитывается, и при этом тогда получается, что вопрос 4-й и 5-й статьи НАТО о консультациях, потому что война, страна, член НАТО в фактических ведениях военных действий, при этом война не объявлена. То есть естественно, что НАТО будет как-то надо реагировать, поэтому тут, да, это с одной стороны может действительно выступать механизм давления на Украину, прекращение военных действий, но с другой стороны это, в общем-то, ограничение функциональности самого Альянса. И поэтому именно само по себе вот такое решение, оно выглядит очень сомнительным, и те параллели, которые проводились, ну, например, параллели с историей Германии, где ФРГ была членом Альянса, а ГДР нет, то оно не подходит по одной простой причине, что все-таки ГДР было государством, которое тоже было международно признанным, и процессы были совершены ими. В последнее время возобновилась риторика ядерных угроз со стороны Москвы, в частности, устами заместителя Совбеза Медведева. Может ли быть это связано именно с тем, что Россия пытается запугать Запад и не допустить какого-то продвижения Украины в сторону НАТО? Это означает однозначно, что у России не так много рычагов влияния, то есть практически все варианты запугивания большой войной, большая война идет на самом деле, пусть Россия ее тоже не признает войной, а специальная военная операция, но все же очевидно. И вот ядерное оружие, да, это один из таких элементов, да, и Москва его использует как раз, ну, у нее сейчас самая главная цель не допустить, да, то есть в том числе и вступление Украины в НАТО. Поэтому, да, конечно, это именно тот средство для того, чтобы так сделать, конечно же. Что Украина может сделать для того, чтобы упростить себе путь в НАТО? Или уже было сделано все, что возможно? Ну, лично мне кажется, что, в принципе, сделано все, что можно было сделать в этих условиях, путь пройден. Потому, ну, исходя из того, что, да, тоже, что сами через неделю, то вряд ли, да, тут какие-то еще можно движения предпринять, чтобы как-то улучшить свои, там, дипломатические позиции или имидж. Почему? Потому что, на самом деле, ну, НАТО, это все-таки, во-первых, это военно-политический блок и блок для безопасности, да, то есть альянс, который обеспечивает безопасность. И в этом плане Украина отработала все возможное, опять же, в условиях войны говорить о каких-то других реформах, которые бы, ну, якобы могли бы улучшить еще РНМУ Украины, но, во-первых, не приходится, во-вторых, все-таки это второстепенная вещь однозначно, да, то есть мы это видим на примере очень многих стран-членов альянса, которые вступали, ну, уже в новое время, а не когда-то там в 50-е годы, как это происходило с Турцией, да, то есть... Поэтому тут, я думаю, что в данном конкретном случае отработано полностью все, и Украина, и вооруженные силы, и власть, и главное общество, потому что, ну, любой опрос сейчас подтверждает абсолютную поддержку вступления в альянс, ну, где-то цифра приблизительно около 80%, ну, последние 82%. Да, поэтому в данный момент, возможно, работа дипломатическая непосредственно с теми странами, которые более всего влияют на принятие решений, конкретно это Соединенные Штаты Америки, да, то есть, ну, это работа дипломатов, это работа власти непосредственно с первым эшелоном, то есть, вот это то, что можно сейчас сделать и делается, очевидно. То, что в России произошел неудачный бунт Пригожина и Чавака-Вагна, как-то могло повлиять на решение западных союзников Украины о принятии Украины в НАТО? Я думаю, что да, но оно могло повлиять как в позитивном, так и в негативном ключе. Почему? Потому что все-таки позиции о том, что Россия должна бы сохраниться как единое целое и не потерпеть в войне такого колоссального поражения, которое приведет к ее развалу, она до сих пор в западном эстеблишменте достаточно сильна, да, то есть, она теперь не единственная, но она есть. И вот этот мятеж или бунт, да, ну, скорее, что бунт, потому что все-таки тут не шло речь, да, об изменении кардинальном, да, потому что, скорее всего, речь идет о требованиях имущественных и управленческих непосредственно к одной структуре и тех политических группировок, которые за ней стоят, то оно где-то вот реанимировало вот эту вот опасность, представление о том, что Россия в опасности и может распасться, поэтому повысилась активность и сторонников ускоренного принятия Украины в НАТО и тех, кто осторожно относится к этому, чтобы, в общем, не добиться усиления позиции Украины или, не дай бог, не обидеть Россию и ее, в общем, приблизить ее поражение. Поэтому, я думаю, что оно повлияло, но где-то, наверное, ситуация уравновешена пока. Кроме того, вряд ли кто-то на Западе сейчас рассчитывает, что произойдут значительные изменения, поэтому там, скорее, все-таки тоже сдержанно и осторожно наблюдают за тем, что происходит сейчас, поэтому оно не сильно повлияло. На ваш взгляд, что будет дальше с ЧВК «Вагнер»? Я думаю, что ЧВК «Вагнер», ну, лучше, давайте говорить даже не о ЧВК «Вагнер», а о холдинге, который вокруг него сформировался. Это будет более справедливо, потому что, ну, это и сама, собственно, частная военная компания «Вагнер», которая на самом деле, в общем-то, является частью силовой структуры Российской Федерации. А после признаний Путина о том, сколько денег выделялось на него, вот это становится более чем очевидно, и становится очевидной вся ложь российского официоза на протяжении семи лет, или сколько она, да, где-то приблизительно так продолжалась относительно ЧВК «Вагнер». Второй момент – это вот эта структура. Другой момент – это те, ну, вот фабрика троллей и медиахолдинг, которые есть. И третий момент – это компании, которые имелись у Пригожина, и, ну, и, видимо, очевидно, с аффилированными с ним какими-то людьми в военной разведке, в ФСБ, где-то еще там, да, и, возможно, в администрации президента России, которые обеспечивали политическое прикрытие и взаимодействие с силовыми структурами. Вот, уже видим, что фирма «Конкорд», например, отрезана от государственных контрактов, очень выбедных именно кормления вооруженных сил до обеспечения их продовольствием. То есть, видим, что где-то вот эти финансовые возможности уменьшаются. Тоже проблемно наверняка уже можно говорить о том, что не сохранится в составе холдинга вот эта медийная составляющая. То есть, уже видно, что какие-то активы медийные будут уходить к кому-то другому, что-то будет происходить с фабрикой троллей и с военкорами, где-то кто-то будет находить новых хозяев, что-то вообще перестанет существовать, что-то не будет работать эффективно, даже если кому-то понравилось, потому что оно все-таки работало именно вот как такой составной механизм. что-то останется у Пригожина, это тоже очевидно, потому что он и у Пригожина, и с людьми, которые за ним, то есть он не будет уходить. То есть и Путин на самом деле сейчас тоже достаточно ограничен в решении. То есть он не в состоянии теперь полностью уничтожить эту структуру. Это тоже уже очевидно, это вот, кстати, наверное, как последствия вот этого бунта. А сама частная военная компания, она сохранится именно как вот эта структура больших профессионалов, которые, как она изначально выглядела, которые занимались обеспечением интересов России в разных горячих точках, и в том числе поступления таких доходов из Африки, да, из других территорий. Я думаю, что оно сохранится, будет каким-то образом работать, но, возможно, в условиях большой войны, которая продолжается, все-таки и оно, поскольку все-таки, видимо, в Беларусь они каким-то образом ушли, они и там будут существовать, и для того, чтобы давить на НАТО и на Украину. Тем более, что, видимо, есть такая информация, поскольку, ну, очевидно, что приезд в Киев президентов двух других стран Люблинского треугольника, Литвы и Польши, был в том числе и об этом, о том, что меняется ситуация в Беларуси, в этом белорусском балконе, да, как сам Лукашенко называет, используя военный советский жаргон и российский, то они, видимо, тоже как-то останутся, не входя в... Ну, с таким... Какая-то, в общем, скажем так, я думаю, что военная составляющая от ЧВК «Вагнер» отрежут то, что у них было вот мобилизованное и набранное по тюрьмам и другим путем вот эти подразделения, которые обеспечивали им вот это вот, ну, просто, как такое мясные волны и вот эта пехотная составляющая, и они войдут в состав Министерства обороны, возможно, других каких-то структур будут подчиняться напрямую. Вот это самое небольшое, вот это ядро частной военной компании, она останется, и пока что, наверное, идет отработка того, как оно будет существовать. То, что оно будет работать в Африке и в других местах, где есть интересы российской власти, непосредственно связанные с их родным карманом, это точно. Как оно будет существовать на территории Белоруссии и Российской Федерации, ну, это пока что достаточно большой вопрос. Но я думаю, что оно все равно в каком-то виде будет автономно. Просто будет отрезано, во-первых, и поступление денег из бюджета, и второй момент, автономность однозначно потеряна. То есть они сейчас будут, возможно, будет ставиться вопрос об искуплении кровью той вины, которая есть. Это тоже, кстати, нельзя исключать. Вот вы сказали, что Путин ограничен в своих возможностях и не может окончательно уничтожить Вагнер и Пригожина. Издание New York Times сообщило о том, что сейчас Путин якобы пытается забросать деньгами силовиков и купить их лояльность, буквально купить. На ваш взгляд, ему это удастся? Ну, я думаю, что это может удастся, потому что все-таки Путину очень долго, например, удавалось играть на конфликте между Пригожиным, ЧВК Вагнер, условно говоря, между ЧВК Вагнер и Министерством обороны, когда это тут искусственно созданный конфликт, когда он поддерживал то одних, то других, и когда временами казалось, что все, вот нету там генерала Лапина, куда-то его отправили в оставку, а тут раз он вдруг возникал, как возникал и Герасимов, и Шойгу, и он их поздравлял, и уже и о Пригожине что-то нехорошее говорили. И вот сейчас, конечно, ситуация поменялась, потому что та информационная волна, которая идет относительно ЧВК Вагнера, она, конечно, направлена на имиджевое уничтожение. То есть это однозначно, но все-таки, несмотря на то, что вот шла игра на вот этой такой, на конфликте управляемом, то все-таки вертикаль власти пока что под Путиным, и она достаточно эффективна. Ну и вот это вот, в общем-то, пока что управляемость сохранилась, и она, наверное, так и будет сохраняться пока что. Иной момент, что бунт Пригожина всем показал, что не настолько центральная власть велика и ужасна. То есть поэтому в перспективе, наверное, конфликт возможен, и бунты такие подобные какие-то возможны. Но пока что, я думаю, Путин удержит. Хотя в контексте того, что сейчас происходит в Чечне, конкретно вот ситуация с нападением на журналистку и правозащитника, жестокое нападение, очевидно, что это сделали люди Кадырова, потому что он правит всей Чечнёй. И вот это недовольство, которое есть в России, которое было всегда по отношению к кадыровцам со стороны силовых органов, если в данной конкретной ситуации в очередной раз центральная власть покажет, что Московская, что она не управляет Чечнёй, то вот это недовольство может, несмотря на вот эти забрасывания деньгами и наградами, как мы это видели после окончания мятежа Пригожинского, может и перестать быть очень эффективным, и в случае другой кризисной ситуации сработать совершенно в другую сторону. Ну и сама по себе тоже структура Ахмад Кадырова, раньше она уравновешивалась Пригожинскими, вот этой автономной армией, то есть, понятно, тоже частью силовых структур России, но, тем не менее, достаточно автономной. А сейчас она, по сути, остается единственной такой. Даже подписанные контракты с Министерством обороны, это достаточно условно, то есть, там система власти выстроена, поэтому всё может быть, всё может случиться. Ну, кроме Пригожина и Кадырова, мы видели там в течение года почти, как в России создаются и другие частные армии под видом добробатов, под видом охранных структур и так далее. Для чего они создавались? И какую они сыграют роль в будущем? Ну, относительно, тут всё-таки надо немножко по-разному смотреть. Значит, во-первых, всё-таки, вот этот добровольческие батальоны, потом, которые регионы составляли, и составляют, и которые, в том числе, нерусские регионы, да, национальные, на самом деле, это, в общем-то, по большому счёту, это скрытая мобилизация. То есть, таким образом, во-первых, в общем-то, там проводится мобилизация без, собственно, мобилизационных мероприятий, что, в общем-то, где-то успокаивает население, то есть, идут как будто бы одни добровольцы. Потом, во-вторых, во многом перекладывается именно на регионы или на вот эти хозяйственные структуры, потому что там и «Газпром» же свою охранную фирму отправил на войну и другие структуры. То есть, на них во многом перекладывается финансовая нагрузка, да, почему? Потому что они обеспечивают и форму, и питание, и там доплаты по деньгам, потому что, ну, вот там татарстанские, башкортостанские батальоны, это точно я знаю. Вот. И еще один такой очень интересный показательный момент. В некоторых регионах таким образом вымываются, даже выжигаются, скорее, те, кто могли бы быть противниками власти. То есть, вот, например, в Башкортостане в добровольческие батальоны вынудили пойти тех активистов, которые выступали против власти на горе Кушталу. Да, это несколько лет продолжались эти протесты против содовой компании, которая Священную гору пыталась там разрабатывать, добывать полезные ископаемые. Протест разгромлен, но, тем не менее, недовольные остались. И для того, чтобы их вот канализировать этот протест, очень многие из них просто вынуждены были пойти в эти добровольческие батальоны. То есть, поэтому вот эти структуры, они, как по мне, в первую очередь, все-таки это такая, один из механизмов скрытой мобилизации. Вот это главное. Конечно же, нам, наверное, многим очень бы хотелось, что это было бы, скажем так, начало создания региональных частных армий каких-то, или частных, или региональных, но пока что этого нет, потому что там и пропаганда работает достаточно успешно, и осознание того, что эта война неправедная, практически нигде, ни в каких из этих структур она не пришла. Иное дело, что в случае кризисной ситуации, сами по себе, вот эти, в первую очередь, вот национальные батальоны, которые есть, они, да, они могут стать опорой будущих там сепаратистских, или там национально-освободительных движений, могут стать. Но пока что к этому оснований говорить о том, что это произойдет в ближайшее время, пока что нет. А на ваш взгляд, зачем частная военная компания была создана при Министерстве обороны России? Я думаю, что тут, ну, это сугубо мое мнение, да, то есть там ситуация складывалась таким образом, когда, ну, то есть у Министерства обороны, оно все-таки, это бюрократическая структура, и у нее, ему достаточно сложно там как-то пополняться, да, и когда оказалось, когда Прибожин с Чивака-Вагнер показал, что есть действительно эффективный механизм пополнения по зонам и тюрьмам, то вот Министерство обороны гибридно отреагировало и создало такую структуру, для того, чтобы можно было пополняться вот тоже в такой способ, и они практически сразу же, ну, стали выступать как конкуренты у Прибожина, то есть они, ну, что мы уже даже видели и интервью пленных, которые вот таким образом нанимались через эту частную военную компанию Министерства обороны. Я думаю, что тут, наверное, причина в этом, в желании обойти закон для того, чтобы получить пополнение разными путями. После Демарша Пригожина укрепился Золотов и убедил Путина, что Росгвардии необходимо тяжелое вооружение. Зачем? Ну, я думаю, что, ну, во-первых, Золотов, он сам по себе достаточно такой персонаж, который любит концентрировать власть в своих руках, и, в общем-то, ну, и это болезнь всех силовиков в таких вот режимах, да, то есть усиление для чего? Для того, чтобы не усилились конкуренты. А учитывая то, что Росгвардия действительно в условиях большой войны ее и функционал изменился, да, то есть она принимает с первых дней значительное участие, и ее власть на оккупированных территориях достаточно большая, но при этом есть, конечно же, перекос по вооружениям по сравнению с частями Министерства обороны, то я думаю, что это, в общем-то, ну, желание вот этой конкуренции, ну, достаточно, в общем, прозрачно. Ну, и все-таки, наверное, не стоит думать о том, что Золотов настолько верен, что уже и не думает о том, как оно будет дальше, наверняка он уже думает о том, что произойдет после Путина, или то, что даже вот сам по себе этот пригожинский мятеж, он показывает, что конфликты возможны, и это усиление не для того, чтобы воевать с врагом внешним, а для того, чтобы иметь вес на будущую турбулентность, которая в России, ну, наверное, по его мнению неизбежна, чтобы быть не слабее конкурентов, так точно. На ваш взгляд, это его усиление для его собственных политических амбиций, или он будет готов выступить как золотая фишка для кого-то другого? Я думаю, что скорее как золотая фишка, потому что, ну, за ним, например, за Золотовым никогда не было замечено такого стремления к собственной политической карьере, то есть он, в общем-то, в любом случае такой командный персонаж, ну, и который вдруг, который имеет вес, я думаю, что причина в этом, то есть он для того, чтобы действительно занять сторону победителя и обеспечить этот перевес, скорее речь об этом. Спасибо большое за комментарий. Спасибо.